Вчера мы рассказывали о случае выпиющей жестокости. В одном из дачных товарищей Чебоксар были убиты собака и несколько двухмесячных щенков. Судя по характеру травм, это можно охарактеризовать одним словом – живодерство. Жители Чебоксар уже начали собирать подписи под петицией, чтобы виновный понес наказание. Прежде чем будет показан сюжет, просим отойти от экранов детей, беременных женщин и людей со слабой нервной системой. Дачный участок на экране садоводческого товарищества «Колос» в Чебоксарах. Здесь пенсионерка Людмила Михайловна каждый день кормила бездомных собак. Зимой они жили в дачном домике. Когда женщина пришла в очередной раз, увидела картину как из фильма ужасов. Сегодня пришла примерно в 11. Никто меня не встречает. И вот обнаружила, что щеночки маленькие лежат убитые, и взрослая собака одна. Людмила Михайловна связалась с волонтерами фонда в помощи животным. Девушки помогли вызвать полицию. Приехали и увидели то, что лежит вот одна собака, получается, взрослая, и пять щенков. Видно то, что это было жестокое обращение. Жестокое обращение – это очень мягко сказано. Конечно, прикармливать на дачном участке без надзорных собак – не лучшая идея с точки зрения безопасности для соседей или жителей микрорайона. Однако, судя по характеру травмы, это была явно не самозащита. Животных убили с особой жестокостью. Травили летом, да, было дело. Но ведь это же случилось бы летом. Кто сейчас придет с таким зверством, разве может просто нормальный человек так поступить? По факту гибели животных в отделе полиции номер 5 УМД России по городу Чебоксары проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия. А тела погибших собак направлены на экспертизу для установления причины их смерти. Пока идет проверка и решение о возбуждении дела еще нет, жители города начали сбор подписей под петицией о том, чтобы виновный был наказан. На момент выхода материала число подписей достигло тысячи. Мы все надеемся, что правоохранители найдут этих нелюдей и будет серьезное наказание. Будет реальный срок, а не штрафы. На сегодняшний день существует статья уголовного закона 245. Если будет установлена личность лица, совершившего преступление, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Закон о запрете жестокого обращения с животными Владимир Путин подписал в конце прошлого года. А вот как он будет работать, покажет, пожалуй. Субтитры сделал DimaTorzok